Какие мероприятия пройдут в день рождения Карачаева-Черкесии и день города Черкеска? Глава республики провел заседание Оргкомитета. 11 человек из Карачаева-Черкесии подписали контракт с Министерством обороны России. Сейчас они отправились на сборы в Буденновск. Всесезонный курорт Архиза развивается, поток туристов растет. Какие культурно-просветительские проекты реализуются, рассказали на пресс-конференции. Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии прошел на стадионе «Нарт». Участвовали 15 команд со всего Северокавказского округа. Здравствуйте на телеканале «Россия-24», «Вести», Карачаева-Черкесия. Сегодня из Черкесии отправилась очередная группа людей, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации. 11 человек после оформления всех необходимых документов отправились в воинскую часть в Буденновске, а после прохождения там кратковременных сборов в зону проведения специальной военной операции. Напомним, что с 12 августа единовременная выплата тем, кто в Карачаево-Черкесии заключает контракт с Федеральным военным ведомством, составляет 2 миллиона рублей, в том числе региональная выплата в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей. Иду на контрактную службу. Ну, я думаю, что без меня там не разберутся. Ранее опыт в вооруженных силах у вас был в каком роде войска? Был в ракетные войска 80-82. Но вы считаете, что ваш опыт пригодится? Обязательно. Без моего опыта никуда. Кто-то из родственников там находился или находится? Мой зять находится там сейчас уже полтора года. Вот надо пойти помочь ему. Провожаем мы сегодня нашего папу, Остежева Беслана. Ожидание, чтобы скорее вернулся домой целый, здоровый, невредимый. Ну и чтобы вся эта война уже закончилась. Клава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов принял участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка региона Карачаева-Черкесская республика». Руководитель его учреждения системы здравоохранения. Представители организаций, занимающихся цифровизацией региона на одной площадке, обсуждали практические внедрения современных информационных технологий в жизнь каждого человека, обращающегося за медицинской помощью. Современная ситуация диктует нам требования, в которых необходимы безотлагательные трансформационные изменения в сфере здравоохранения, которые охватывают практически каждого жителя нашей страны и республики в частности. Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национальный проект здравоохранения при качественном и своевременном объединении своего ресурсного потенциала дадут новый рывок такой важной и приоритетной теме, как здоровье и сбережение. Телемедицийное внедрение искусственного интеллекта в процесс оказания медицинских услуг несомненно будут способствовать сокращению дистанции между пациентом и лечебным учреждением и сделают процесс диагностики более качественным и оперативным. К примеру, очень важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и дистанциализацию, которая является одним из ключевых направлений нацпроекта здравоохранения, разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Использование цифровых технологий сделает процесс получения медицинской услуги комфортным и поможет привлечь внимание жителей к регулярным медосмотрам. Наш президент всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечении узких специалистов как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которым медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. В общественной палате Карачева-Черкесии прошло обсуждение доклада фонда исследования проблем демократии конкуренции на выборах 2024 года. Собравшиеся поднимали вопросы касаемо введения агитационной работы политическими партиями. Подробность у Альхана Лепшокова. В обсуждении доклада фонда исследования проблем демократии, посвященного конкуренции на выборах, приняли участие эксперты представителей общественного штаба общественной палаты Карачева-Черкесии. Открывая собрание, председатель общественной палаты республики Елена Ляшова подчеркнула важность и конкуренция между политическими партиями, которые являются показателем их демократичности. Любая избирательная кампания, мы говорим, она проходит демократично, если есть конкуренция. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что конкретно происходит в нашей республике, как исполняются основы демократии, как у нас происходят электоральные процессы в нашей республике. И так как сегодня собрались очень грамотные люди, это социологи, политологи, журналисты, работники общественной сферы, но хорошо знакомы с этой тематикой. Эксперты общественного штаба общественной палаты Карачева-Черкесии отметили проводимую работу политическим партиям по агитации в СМИ, также в плане патриотической направленности, что непосредственно отображалось в докладе Фонда исследования проблем демократии. Поэтому у нас тоже такой хороший, приличный уровень конкуренции. Потому что по материалам Фонда исследования проблем демократии общий уровень конкуренции в целом по России это 6,5 единиц. То есть где-то идет 7 партий, где-то идет 4 партий, где-то идет 5 партий. Поэтому у нас очень такой неплохой показатель. Второй тренд, который выделяется, это то, что я уже об этом говорила, хотелось бы повторить, потому что он переходит из доклада в доклад, поскольку фиксируют в качестве результатов его. Это то, что у нас все партии, которые идут сейчас на выборы 20-24, они работают в рамках патриотического консенсуса. Хочу отметить, что высокая конкурентность, действительно 318 человек на один мандат, это, конечно, очень высокий показатель. Также хочу сказать о том, что идет большая подготовительная работа, чему мы являемся наблюдателями. Готовят специалистов не только для работы на избирательных пунктах, но и общественных наблюдателей. И такой большой пул общественных наблюдателей, которые сейчас готов включиться в процесс голосования, наверное, увеличат прозрачность. Активность деятельности политических партий, это показатель конкурентоспособности в выборах, отмечают участники круглого стола. Так, в обсуждении доклада было подчеркнуто, что необходима открытость при подготовке и проведении выборов. Все это позволит провести голосование более качественно. Усиление политической конкуренции, оно своим следствием имеет усиление борьбы именно на выборах в ходе электорального процесса. Соответственно, роль общественной палаты, общественного наблюдения, она значительно возрастает. Та задача, которую перед нами ставится, то есть задача обеспечения прозрачности выборов, конкурентности, она становится еще более актуальной. По завершению работы круглого стола участники еще подчеркнули главную функцию общественных наблюдателей. Это в первую очередь обеспечить соблюдение прав всех кандидатов политических партий. Алиханепшок, Африанат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Один миллион человек примет в сезонный курорт Архы с концу этого года. Эта информация прозвучала на пресс-конференции от представителей руководства курорта и Минтуризма Карачаево-Черкесии. Основными темами на повестке встречи стали культурно-просветительские проекты в Архызе и строительство нового аэропорта. О том, насколько будет увеличен турпоток в нашу республику к 2030 году узнавала Альбина Ламкова. Полтора миллиона туристов насладились уникальной природой Карачаево-Черкесии за полгода. Из них 750 тысяч посетили Архыз, поделился с прессой информацией генеральный директор курорта Архыз Роман Киранчук. Конечно, основной поток на сегодняшний день формируется благодаря зиме. Но и летом туристы с удовольствием приезжают. Сейчас ежедневная сводка по посещаемости – это порядка 2000 человек в день. Есть гости, требующие активного отдыха, есть гости, требующие семейного отдыха, есть гости, требующие научно-популярного культурного отдыха. Мы стараемся ответить на все запросы разной клиентской базы, на наши потребности гостей. Летний турпоток на Архыз вырос за счет новых точек притяжения событий. На курорте произошли важные инфраструктурные изменения. Для этого с самого начала стройки была проведена масштабная работа и поставлены амбициозные цели. На сегодняшний день их воплотили с успеха. Я уже отмечал ранее успешную практику, можно сказать, когда государство заходит и с нуля в поле создает курорт с помощью региональных властей. Здесь могу отметить, конечно, и нужно отметить, что это личное участие и большое внимание главы региона в развитии и становлении этого курорта, соответственно, федеральных органов власти. И вот государство создало этот курорт, показало его экономическую целесообразность, его эффективность и потенциал, огромный потенциал для развития. Уже в этом году для летнего семейного отдыха в Архызе создано 15 новых локаций, учитывая то, что прошлым летом были только прокат квадроциклов, прогулки на лошадях и 27 километров экотроп для трекинга. Еще на курорте впервые организовали и большое количество трафикообразующих событийных мероприятий. На высоте 2500 метров проводили свадебные церемонии, которые уже стали модными у туристов. Пользуются популярностью фестиваль музыки и науки выше звука. Сейчас на наш фестиваль люди из других регионов, из Москвы, Москва-Казань, Новосибирск, Красноярск приехали к нам специально, зная про наш фестиваль. На открытом воздухе с видом на горы – это совершенно уникальный опыт, который мы потом переносим в концертные залы. Уже до конца лета заработает канатная дорога «Орбита» с кабинками со стеклянным полом. В планах запуск еще шести канатных дорог и 30 километров трасс по южному склону в сторону Дуки, включая два новых поселка с отелями. По планам «Антерагрупп» строительство курорта «Архэс» будет полностью завершено к 2030 году. В итоге будет создан единый архитектурный стиль для комфортного отдыха туристов. Их количество вырастет до 2 миллионов. Ключевым показателем этой цифры станет инфраструктурный проект строительства аэропорта «Архэс». Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Корчаева, Черкесия, Зеленчукский район. Черкесский прошел чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии. В спортивном мероприятии принимали участие 15 команд, в числе которых представители соединений воинских частей и территориальных управлений Северокавказского округа. За игрой наблюдала наша коллега Майя Хамдухова. Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии, который прошел на футбольном поле стадиона «Нарт». В столице республики собрал команды со всего региона. Яркие эмоции, азарт и дух товарищества царили на каждом матче. Солнечный день, свежий воздух и поддержка команды создавали идеальные условия для зрелищной борьбы на поле. По словам организаторов, такой увлекательный матч проводится ежегодно и в этом году определится лучшая команда, которая будет представлять свою команду на главном чемпионате Росгвардии по мини-футболу, который пройдет в городе Электросталь. На данном чемпионате у нас участвует 15 сборных команд соединений воинских частей и частей непосредственно подчиненных командующих Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации. По итогам данного чемпионата у нас будет создана сборная команда, которая будет представлять округ на чемпионате Росгвардии, которая состоится в городе Электросталь с 11 по 13 сентября. 15 команд стали участниками мини-футбола среди региональных управлений войск Национальной гвардии Российской Федерации. Счет открыла команда Северной Осетии в игре с командой Ставропольского края. Каждая команда привнесла свою уникальность и стиль игры, демонстрируя техническое мастерство и командную работу. Росгвардейцы из соседней Братской Республики Кабардино-Балкарии оценили высокое мастерство в технике игры с хозяевами поля. Турнир хороший, погода прекрасная, самое главное. Организация на высшем уровне, спасибо КЧР за такое гостеприимство. Соперники достойные, хорошие, сейчас тяжелая игра была, местная команда очень, я скажу, удивили нас, так что я думаю у них тоже все получится. Хорошие игры, высоких результатов и дальнейших побед росгвардейцам пожелал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Сергей Богданов. Всегда побеждает здоровье и спорт побеждает, поэтому я желаю всем заниматься физической культурой и спортом, я желаю всем, чтобы все были участниками каких-либо соревнований и всегда побеждали. В финале встретились сильнейшие команды, среди которых и сборная команды росгвардейцев Карачаева-Черкесии, продемонстрировавшие великолепную игру и стратегическое мышление. В итоге первыми стали сотрудники управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии, второе место у сборной команды Дагестана и бронза у команды из Ингушетии. Этот чемпионат оставил незабываемое впечатление и укрепил связи между сотрудниками, подтвердив, что спорт это отличный способ объединения и взаимодействия не только в работе, но и в жизни. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.